Китай и Соединенные Штаты Америки должны следовать стратегическим указаниям своих лидеров, чтобы реализовать договоренности, достигнутые в Сан-Франциско. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене на полях 60-й конференции по безопасности. Необходимо способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию отношений. Для этого следует придерживаться принципов взаимоуважения, мирного сосуществования и сотрудничества, подчеркнул китайский дипломат. Ван И напомнил позицию КНР по тайваньскому вопросу и призвал Вашингтон на практике доказать, что Америка не поддерживает так называемую независимость Тайваня. Глава МИД КНР предостерег США от разрыва с Китаем, поскольку в конечном итоге это обернется против самих Соединенных Штатов. Дипломаты также обменялись мнениями по ряду вопросов, в частности, обсудили украинский кризис, конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию на Корейском полуострове. Они договорились поддерживать контакты и продолжать консультации в разных областях. Еще одной важной встречей на полях Мюнхенской конференции стали переговоры Ван И с его коллегой из Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном. «Будучи постоянными членами Совбеза ООН, Китай и Великобритания должны укреплять стратегическую коммуникацию», – заявил глава МИД КНР. Обе страны играют важную роль в обеспечении мира и безопасности на планете. Ван И призвал Великобританию вместе расширять общие сферы интересов, развивать обмены и укреплять сотрудничество. А возникающие разногласия следует урегулировать надлежащим образом и содействовать возвращению двусторонних отношений в правильное русло. «Развитие Китая является важным стабилизирующим фактором для всего мира», – подчеркнул Ван И. Дэвид Кэмерон, в свою очередь, заявил, что Лондон готов продвигать более конструктивные отношения с Пекином и устранять возникающие разногласия, руководствуясь принципами взаимного уважения. По его словам, Великобритания продолжит укреплять сотрудничество с Китаем в тех сферах, которые представляют общие интересы. Дэвид Кэмерон также призвал совместно поддерживать мир и безопасность на планете.